Добрый день! Снова рад вас приветствовать на нашем канале. Напомню, это бизнес-канал Евразийской школы менеджмента и администрирования, или сокращенно бизнес-школы ЕМАС. Здесь мы регулярно, каждую неделю, буквально обсуждаем различные вопросы современного бизнеса, в частности, стратегического менеджмента. И сейчас мы продолжаем наш мини-сериал. Мы обсуждаем так называемые признаки сильной, хорошей стратегии. Чем она отличается, сильной имеется в виду стратегии, от слабой, никчемной стратегии. Ранее мы уже обсудили, вы можете посмотреть, эти ролики выложены на канале, 6 соответствующих признаков, где я подробно рассказывал разные аспекты, вот как посмотреть на стратегию и сказать, имеет она хорошие шансы на успех, то есть она сильная или это сомнительная. 6 уже обсудили, посмотрите в записи, если вы не видели их ранее. Сейчас пришел черед, пришло время обсудить седьмой признак. Седьмой признак звучит так. Разрабатывая вашу стратегию, вы думаете о создании эффективной бизнес-модели. Что это значит? Ранее в одном из, по-моему это был даже первый признак, я рассказывал вам, что одно из наиболее распространенных ошибок при разработке стратегии развития бизнеса в стратегическом менеджменте, если чуть шире, это когда люди подменяют процесс разработки стратегии, то есть стратегического планирования, процессом целеполагания. То есть когда они считают, что их стратегия это набор целей, которые они должны достигнуть. Тогда я рассказывал, что это совершенно не так, что целеполагания абсолютно недостаточно, и правильный процесс стратегического планирования представляет собой и целеполагание, и поиск ответов на вопрос, как вы достигнете поставленных целей. И что вообще говоря, стратегия это ответ на вопрос, как вы достигнете целей. Соответственно, в данном случае вот из этого тезиса вытекает не менее важный тезис, который стал седьмым признаком сильной стратегии. Этот седьмой признак говорит о том, что разрабатывая вашу стратегию, вы должны думать и соответственно создавать сильную бизнес-модель. Что же это значит? Начнем с того, что такое бизнес-модель. В стратегическом менеджменте имеется четкое понимание, что такое бизнес-модель. Это алгоритм, это хорошо для нас с вами, потому что стратегический менеджмент, если он грамотный, профессионален, он должен быть алгоритмичен. Это не набор каких-то фантазий, идей и полетов, про корабли, которые борозят. Совершенно не про это. Итак, страт-менеджмент это алгоритмичен, а значит и понятие бизнес-модели это алгоритм. Что такое бизнес-модель согласно страт-менеджменту, стратегическому менеджменту? Это ответ на пять вопросов. Что это за пять вопросов? Первый вопрос. Что вы производите? Второй вопрос. Как вы это производите? Третий вопрос. Кому вы это продаете? Четвертый вопрос. Как вы это продаете? Наконец, пятый вопрос. где вы продаете если вы производственная компания ответьте на эти пять вопросов и вы увидите свое предприятие вы его писали ответами если вы торговая компания замените первый вопрос что вы производите на что вы продаете и вы увидите свою компанию первый вопрос предполагает что производите что продаете это одно и то же в зависимости от типа вашего бизнеса производствен или торговый так вот бизнес-модель вашего предприятия вашей компании это ответ на пять вопрос. И при разработке стратегии вы всегда должны думать следующим образом. Сильная стратегия – это стратегия, благодаря которой вы должны получить превосходство над избранными конкурентами. Их я уже про избранных конкурентов, про концентрацию я говорил в одном из предыдущих роликов. Так вот, сильная стратегия – это благодаря которой вы должны получить превосходство над избранными конкурентами по, в идеале, многим, то есть чем больше, тем лучше, вопросам в рамках бизнес-модели. То есть вот те пять вопросов, которые описывает вашу бизнес-модель, чем по большему количеству из этих вопросов вы имеете превосходство над конкурентами благодаря реализации вашей стратегии, тем лучше. Почему вопрос ставится именно таким образом? Почему мы говорим, что хорошая стратегия – это про превосходство в бизнес-модели? Потому что это логично и очевидно. Если ваша бизнес-модель, ответы на эти пять вопросов, ничуть не превосходит, ничуть не лучше, чем ваши конкуренты, то совершенно непонятно, почему вы будете расти быстрее, чем они на конкурентном рынке, на рынке с плотной конкуренцией. То есть это формальная в хорошем смысле логика. Для того, чтобы на конкурентном рынке опережать конкурентов в росте, а бизнес – это про рост, про опережающий рост, вы должны их в чем-то превосходить. В чем превосходить? Здесь нам на помощь приходит стратегический менеджмент, который дает ответ, в чем превосходить? В бизнес-модели. Что такое бизнес-модель? Это ответ на те самые пять вопросов, которые я вам перечислил. Итак, при разработке вашей стратегии, глядя на нее, если она уже готова, или задумываясь об этом, если вы в процессе разработки, вы должны задать себе вопрос. Какая у меня бизнес-модель? Ответить на следующие пять вопросов, чтобы ее описать. Что я произвожу и продаю? Как я произвожу? Кому продаю? Как продаю? Где продаю? Сделали эти пять вопросов, получили пять ответов. Точно так же задали вопросы, получили пять ответов относительно выбранных конкурентов. И смысл вашего стратегического планирования, то есть разработки стратегии, должен заключаться в том, чтобы чем по большему количеству вопросов-ответов вы получите превосходство, тем лучше для вас. Если не по одному из этих вопросов вы смотрите на свою стратегию и понимаете, что благодаря реализации этой стратегии, стратегическим мероприятиям, никакого превосходства нет, тогда не стоит и ожидать, что вы будете расти быстрее, чем ваши конкуренты. Здесь тезис однозначен. Вы должны думать в категориях превосходства в бизнес-модели, а значит, чем по большему количеству вопросов-ответов вы будете добиваться превосходства, тем больше у вас шансов на успех. Это и должна быть ваша стратегия. Думайте о превосходстве в бизнес-модели. Чего я вам желаю? С вами же мы встретимся в следующий раз примерно через неделю, и тогда обсудим очередной признак сильной стратегии, чем она отличается от слабой. Спасибо за просмотр. До новых встреч.